Единственное, что может спасти этот тандем, это действительно работа. Работа и хотя бы некие результаты. И действительно, на кануне 1 сентября нам нужно говорить, что у нас там с учебным процессом, что у нас с курикулом, который катастрофический просто, что у нас с финансированием, об этом, а не сотрясать воздух политический. И в канун отопительного сезона нам еще очень интересно, что у нас с газом и как мы будем зимовать. Потому что все, что нам нужно было и все, что мы просили, дайте нам нормальные условия жизни, чтобы отсюда люди не уезжали. Но то, что делает сейчас нынешнее правительство в нынешнем составе, мне кажется, что чемоданы пакуют даже те, кто не собирался, они уже пошли их покупать. То есть предсказуемых правил игры мы пока еще не увидели для всех, что в Верховье? Совершенно нет. Пора взрослеть. Ребята, надо экстерном сдавать экзамены. Хватит уже играться в бирюльки. Все. Вот пришли на войну, значит, это война. А работа такая. Это действительно война. Это 24 часа в сутки, это 30-31 день в месяц, без выходных, без ничего. И нечего удивляться, что душевые кабины, потому что иногда приходится мыться на работе. Это как бы надо знать министрам вообще, в принципе, на что они рассчитывают. Я не 6 часов, я пошел, извините, в министерстве никто не работает.